Приветствую на канале Техноарена, в этом видео я расскажу о 7 лучших портативных блютуз-колонках. На первое место я поставил JBL GO 3, стоимость которой начинается от 3000 рублей. Мощность этой модели составляет 4,2 Вт. Очень важно обращать внимание на мощность колонки при покупке, так как этот параметр определяет громкость и качество звука. Чем выше мощность, тем лучше звучание, но и тем больше размер и цена девайса. Для домашнего использования достаточно мощности от 5 до 10 Вт, а для улицы или путешествий лучше выбрать колонку с мощностью от 15 до 20 Вт. Но по своим ощущениям я могу сказать, что и мощности 4,2 Вт более чем достаточно для комфортного домашнего прослушивания музыки. JBL GO 3 имеет смелый и привлекательный дизайн, который подходит к разным стилям и ситуациям. Она выполнена из пластика и ткани, защищающих ее от пыли и влаги по стандарту IP67. Колонка получила несколько ярких расцветок, вдохновленных уличной модой. На передней части расположен логотип JBL, а на задней можно обнаружить пластиковую подставку. Сбоку есть порт для зарядки USB-C и кольцо для крепления на пояс или веревку. На верхней части находятся кнопки управления, колонка легко помещается в руке и весит всего 209 граммов. Что же касается автономности, то максимальное время непрерывной работы составляет 5 часов при емкости аккумулятора 2000 мАч. Заряжается устройство с 0 до 100% примерно за 2,5 часа. В описании к видео ты как раз найдешь ссылки на эту и другие колонки. Пользуйся ими, чтобы уточнить актуальные цены, подробные технические характеристики и изучить отзывы. А еще тебя там ждет скидочный промокод для выгодных покупок. На втором месте разместилась модель Huawei SoundJoy с ценником около 9000 рублей. Мощность этой колонки составляет 30 Вт, что несравнимо выше, чем у лидера рейтинга. А потому ее можно спокойно брать с собой, например, на природу и слушать музыку веселой компании. Но за счет более высокой мощности, как ты уже догадался, SoundJoy обзавелась более крупным и тяжелым корпусом весом 680 грамм. Колонка имеет цилиндрическую форму и покрыта специальной сетчатой тканью, которая придает ей фактурный и стильный вид, а также защищает от влаги и пыли. Всего доступно три цвета – вулканический черный, зеленый шалфей и красный коралл. На верхней части устройства расположены две большие кнопки для регулировки громкости, а на нижней – порт USB-C для зарядки. Колонка также может похвастаться круглой подсветкой, меняющей цвет в зависимости от режима работы и уровня заряда батареи. Данная модель оснащена системой из четырех динамиков, разработанных совместно с французской компанией DeViolet. Они действительно обеспечивают хорошее качество звука и мощные басы, что не может не радовать. Как тут обстоят дела с автономностью? При емкости аккумулятора 8800 мАч колонка может проработать до 26 часов без подзарядки. Ставь лайк и подписывайся на канал Техноарена, чтобы не пропустить новые интересные и полезные видео. Оставляй комментарий со своим мнением или вопросами. На третье место в моем топе взобралась еще одна колонка от JBL, только на этот раз Charge 5 мощностью 40 Вт. Эта модель дороже лидера рейтинга практически в 4 раза, так как ее стоимость начинается от 12 тысяч рублей. Колонка имеет цилиндрическую форму с резиновыми вставками по бокам, на которых расположены кнопки управления и индикаторы заряда. Она доступна в разных цветах, таких как черный, белый, синий, красный и куча других. Девайс также оснащен оптимизированным говорителем и двумя пассивными излучателями, обеспечивающими достаточно мощный и чистый звук с глубоким басом. Если ты не знаешь, что такое оптимизированный говоритель, то это специальный динамик, имеющий улучшенные характеристики звука, такие как частотный диапазон, чувствительность, мощность и искажения. Кроме того, устройство поддерживает функцию JBL Party Boost, позволяющую объединить несколько колонок JBL в одну звуковую систему. Данная модель, помимо всего прочего, включает в себя аккумулятор емкостью 7500 мАч, что обеспечивает до 20 часов непрерывной работы. Колонка также может выступать в роли внешнего аккумулятора для зарядки других устройств через порт USB-C. Еще одним плюсом является наличие защиты корпуса от воды и пыли по стандарту IP67, так что пользоваться колонкой можно в самых разных условиях – на пляже, в лесу, на даче или даже под дождем. На четвертом месте очутилась самая дешевая колонка в моем рейтинге с ценой около 1000 рублей – Mi Compact Bluetooth Speaker 2. Мощность этой модели составляет всего 2 Вт, поэтому на природе ты вряд ли послушаешь музыку с большим комфортом. Но если у тебя маленькая комната и ты хочешь приобрести действительно хорошую бюджетную колонку, то обязательно обрати внимание на такой вариант. Девайс получил цилиндрическую форму, а также стильный и минималистичный дизайн, выполненный в белом цвете с серебристыми элементами. Весит устройство всего 54 грамма, что делает его легким и удобным для переноски. Верхняя часть колонки покрыта параметрической сеткой, через которую звучит динамик. Нижняя часть колонки имеет резиновое основание, предотвращая ее скольжение по разным поверхностям. На боковой части можно увидеть одну кнопку, которая выполняет функции включения и выключения, соединение с другими устройствами и ответа на звонки. На противоположной стороне корпуса находится старенький порт microUSB для зарядки аккумулятора. С автономностью у данной модели все не так плохо. Максимальное время непрерывной работы достигает 6 часов при емкости батареи 480 мАч. Чтобы полностью зарядить аккумулятор, может потребоваться около 2 часов. На пятом месте разместилась очередная колонка GBL Flip 5. Мощность этой модели составляет 20 Вт, а стоимость начинается от 7000 рублей. Девайс имеет стандартную цилиндрическую форму и покрыт тканевой оплеткой, которая защищает ее от пыли и влаги. Колонка получила степень защиты IPX7, поэтому она может выдержать погружение под воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут. Всего доступно 11 разных цветов, включая камуфляжный вариант. Flip 5 имеет несколько кнопок управления, расположенных на тканевой оплетке и на прорезиненном пластике сзади. На тканевой оплетке находятся кнопки включения и выключения, сопряжение, увеличение и уменьшение громкости, воспроизведение и паузы, а также объединение с другими колонками GBL. На прорезиненном пластике находится индикатор уровня заряда и разъем для зарядки USB-C. Кроме того, колонка оснащена двумя мембранами по бокам, которые пульсируют в такт музыки и создают эффект баса. Автономностью данной модели я остался доволен. Она может проработать до 12 часов без подзарядки при емкости аккумулятора 4800 мАч. В конце отмечу, что весит колонка 540 граммов. На предпоследнее место я решил поставить модель Marshall Action 2. Это стильная и мощная акустическая система, которая позволяет наслаждаться качественным звуком практически с любого устройства. Колонка выполнена в фирменном дизайне гитарных комбоусилителей Marshall с черным виниловым покрытием, металлической решеткой и золотистым логотипом на фронтальной панели. Несмотря на то, что она действительно компактная, ее вес составляет почти 3 килограмма, что для портативной колонки действительно много. Девайс оснащен трехполосной конфигурацией динамиков, состоящий из одного сабвуфера и двух твиттеров, которые обеспечивают по-настоящему чистый и мощный звук. Колонка также имеет встроенные усилители класса D, которые обеспечивают высокую эффективность и низкое искажение звука. Общая мощность устройства составляет 60 Вт, 30 Вт для сабвуфера и по 15 Вт для твиттеров. Данная модель включает в себя проводной вход миниджек, к которому можно подключить любой источник звука с аналоговым выходом. А еще колонка поддерживает управление через мобильное приложение Marshall Bluetooth, позволяющее выбирать предустановленные режимы эквалайзера, настраивать звук вручную, переключать источники звука и сопрягать несколько колонок Marshall в одну систему. Кстати, стоимость Marshall Action 2 начинается от 19 тысяч рублей, а потому это самая дорогая колонка в моей подборке. На последнем месте в моем топе разместилась модель Sven PS370. Эта колонка мощностью 40 Вт и с ценником около 5000 рублей выполнена в компактном черном корпусе с широкой ручкой для удобного переноса и установки. На ручке расположена панель управления с кнопками включения и выключения, регулировки громкости, выбора режима работы и подсветки. Девайс также имеет пассивный излучатель для глубокого и мощного баса, что не может не радовать. Кроме того, колонка поддерживает воспроизведение музыки с флешек и включает в себя встроенное FM-радио, так что брать ее с собой куда-нибудь на дачу действительно здорово. Еще мне нравится, что данная модель получила защиту от воды по стандарту IPX5, так что она без проблем может выдержать брызги и дождь, но не погружение в воду. Что же касается автономности, то в этом плане я был немного расстроен. При емкости аккумулятора 7200 мАч колонка может проработать максимум 8 часов, после чего ее нужно заряжать. Да и весит она немало целых 2,5 кг. А на этом обзор подходит к концу. Напоминаю, что ссылки на все модели из моего рейтинга находятся в описании к видео. Не забывай про скидочный промокод. Если этот выпуск оказался полезен и помог тебе с выбором, то не поленись и поставь лайк. Оставляй комментарии и подписывайся на канал Техноарена. Увидимся совсем скоро!